Встречаем нашего очередного гостя, это наш постоянный эксперт, адвокат и президент коллегии адвокатов Енисейской Сибири Станислав Вархрушев. Здравствуйте, Станислав. Доброе утро. И сейчас мы обсудим экстремистские организации. Вообще, что определяется и как понять, экстремистская она или нет? Что такое вообще тот самый экстремизм? Да, к сожалению, экстремизм у нас в законодательстве очень-очень так абстрактно понимается. И определение его в федеральном законе многим может показаться, на первый взгляд, непонятным. Но, допустим, это ряд признаков, под которые может быть какая-то деятельность, если она подпадает по этим признакам, она является экстремистским. Насильственное изменение основ конституционного строя. Тут, я думаю, все понимают, о чем идет речь. Нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Публичное оправдание терроризма. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Нарушение прав свобод законных интересов человека по этим признакам. Воспрепятствие осуществлению граждан избирательных прав или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием, либо угрозой применения. Воспрепятствие законной деятельностью госорганов, которые соединены с насилием, либо угрозой применения. Использование нацистской атрибутики. Различные публичные призывы к осуществлению каких-то деяний, либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов. Публичное, вот это очень интересно, публичное, заведомо ложное обвинение лица, замещающего госдолженность, или госдолженность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей, вот всех вот этих действий, либо какого-то из них, да, и являющееся, по сути, преступлением. И либо финансирование, вот той деятельности, о которой мы с вами только что, в самом начале разговора упомянули. И на самом деле, как устроено у нас сейчас законодательство, те организации, которые вот этой деятельностью занимаются, они по решению суда у нас признаются запрещенными, и их деятельность уже, ну, они, по сути, ликвидируются, да, по решению суда. И таких организаций сейчас у нас в России насчитывается уже более 80. С этим перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции, а вот та продукция, те экстремистские материалы, которые тоже признаются решениями суда таковыми, они тоже размещаются на сайте Министерства юстиции, и сейчас таких материалов уже более 5 тысяч. Можно почитать, зайти. Ну, почитать там вряд ли получится, потому что доступ к ним тоже запрещен, и какое-то общее описание, заголовки, что в них там содержалось, можно посмотреть, исходя из этого перечня, но какое-то точное представление у вас вряд ли сложится, когда вы ознакомитесь с этим перечнем материалов. Что вообще у нас, по сути, законодательство меняется, ужесточаются ответственности экстремистских организаций за участие, за финансирование, за какую-то даже поддержку материальную этих организаций у нас уже введена уголовная ответственность. И за руководство деятельностью до 10 лет лишения свободы, за финансирование до 6 лет лишения свободы. То есть у нас государство идет по пути ужесточения ответственности. И вот те признаки, которые я назвал экстремистской деятельностью, к сожалению, под эти признаки, ну, сами понимаете, очень-очень многое можно подтянуть. Средства массовой информации этого страдают, потому что когда упоминаются в новостных сводках, вообще в любой продукции средства массовой информации какая-то экстремистская организация, нужно обязательно сказать о том, что она является экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. То есть эта фраза спасает тебя, получается? Ты такой ляпнул, но потом такой, эта организация запрещена на территории Российской Федерации. По законодательству обязаны сейчас средства массовой информации об этом говорить, чтобы не попасть под административную ответственность. И на самом-то деле, вот мы столкнулись еще и с тем, что в этом году, опять же, вот в продолжении этой тенденции, экстремистским организациям теперь те участники, те лица, которые поддерживали эти экстремистские организации, те организации, которые признаны таковыми, так скажем, эти лица уже не могут избираться на выборах в любые органы госвластия, органы местного самоправления. Да, или какой-то период? Во-первых, очень интересно построена сейчас сама норма со дня принятия решения суда от 3 до 5 лет, в зависимости от роли, которую человек исполнял в этой организации. Был боссом или возил боссом? Да, либо возил, либо был всего лишь участником. И ретроспективная, то есть до решения суда, самая дискуссионная норма сейчас, как можно до решения суда распространять какие-то ограничения, на прошлое, да? То есть вот говорят, вот решение суда принято, после этого, пожалуйста, вы не можете там куда-то избираться. Но как с этим ограничением быть, когда речь идет о, допустим, трехгодичном сроке до принятия? То есть если вот человек являлся участником этой экстремистской организации, то вот, пожалуйста, на тебя подпадает ограничение, потому что раньше ты этим занимался. Но человек же не знал, что эта организация будет признана, да, экстремистская. Вот это странность, с которой мы сейчас, к сожалению, столкнулись. И как она будет работать, на самом деле, тоже не очень понятно. Про различного рода уголовные статьи, кстати, в Уголовном кодексе Российской Федерации, тоже я не скажу, что все очень благополучно. У нас административным арестом по кодексу об административных правонарушениях можно в основном 15 суток получить за пропаганду, за публичную демонстрацию нацистской атрибутики. А когда мы говорим о призывах к какой-то деятельности, да, экстремистской, склонению, вовлечению лица, участие в экстремистской организации, здесь, к сожалению, уже уголовная ответственность. И порой это даже очень тяжкие статьи, то есть это тяжкие преступления, поскольку их наказание уже превышает 5 лет лишения свободы. Что нужно знать человеку, у которого есть какая-то своя организация, не знаю, даже благотворительный фонд, возможно, может попасть, да, случайно под такое, допустим, помощи конкретным людям? Да, ну, главное, чтобы вот те признаки, которые в федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности, вот этим признакам не отвечала деятельность организации. Неважно, там, коммерческая она или некоммерческая, да, прежде всего, вот те признаки оправдания терроризма, насильственные изменения, основ конституционного строя, пропаганда превосходства по какому-то там религиозному, национальному, социальному признаку, это уже, по сути, является у нас по нашему законодательству экстремистской деятельностью, и совет, к сожалению, в настоящее время только может быть один, тщательнее фильтровать то, что говоришь, то, что пишешь, то, что делаешь. Ну да, у нас сейчас... И поскольку вот эти признаки, они очень-очень размыты, и предсказуемость, предсказуемость, так сказать, законодательства у нас, к сожалению, по моим даже личным оценкам, она постоянно снижается. У нас граждане не могут понять, а может вот что-то это являться, когда-либо стать экстремистской деятельностью, да, подпадать вот какие-то из этих признаков. То есть и религиозная организация может стать... Религиозная, безусловно. То есть вот то, что вот в Курагинском районе, например, у нас существует, там, с Солнцем связано. Да, она признана экстремистской организацией, если мы говорим... Ну, если мы говорим об одной и той же организации. А то сейчас назовем и будем вынуждены опять сказать, что это является экстремистской организацией, проверив поперечню Минюста. Ну, они там живут до сих пор нормально. Да. Ну, без босса, без главаря. Вот про участника. В какой момент ты становишься участником? Ну, то есть это формализовано должно же быть? То есть под участников же тоже распространяется наказание, санкции? Не факт. Заказательство тоже таким образом устроено, что вот некоммерческие организации, у нас не может быть, допустим, в некоторых формах членства. То есть не обязательно организацию регистрировать, да, вносить ее в реестр, в реестр имеется в виду, вот, в Ягрюле, да, получать свидетельство о государственной регистрации, чтобы потом она стала экстремисткой. Вообще не обязательно. Это может быть какое-то даже общественное движение, которое формально вот подпадает под эти признаки, потому что проще всего бороться, конечно, с зарегистрированными организациями. Там, понятно, можно сразу же вычислить учредителей, сразу можно проследить финансирование, понять, кто занимался, какие функции выполнял, потому что, как сами понимаете, любое обвинение в совершении преступления, да, сразу же подтягивает за собой возможность оперативно-розыскной деятельности, включая там прослушки, наблюдения и тому подобное. Поэтому, ну, с одной стороны, никто не застрахован, к сожалению, от того, что какая-то помощь, какое-то, да, какие-то пожертвования потом какой-то организации, потом не будет она потом признана экстремисткой. Никто от этого не застрахован, и, к сожалению, совет здесь только может быть один. Очень тщательно проверять и присматриваться тем, кому отправляете деньги, кому помогаете. В любой организации, конечно, будет полезно иметь своего грамотного юриста, чтобы он этим в том числе занимался. Станислав Ахрушев, наш юридический эксперт, был в гостях у нас. Во вторник, смотрите его советы в нашей программе. Мы продолжаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!